Ну и далее продолжим эту тему и в целом будем обсуждать ситуацию военно-политическую с нашим следующим гостем Николаем Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. С нами на связи Николай Григорьевич, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день, взаимно, слава Украине. Ну что ж, давайте начнем традиционно, Николай Григорьевич, с оперативной информации по нашей карте войны. Прямо сейчас попрошу режиссеров на весь экран ее вывести, показать. Значит, по последним данным генерального штаба вооруженных сил Украины, очень удачные контратаки наносят вооруженные силы Украины на запрошском направлении. По онлайн-карте изучения американского института изучения войны видим, что уже под контролем вооруженных сил Украины населенные пункты Зеленый Гай, Черновое и Малиновка. В ту же очередь, контратаки ведутся и на Херсонском направлении, на Мелитополь, также уже до Мелитополя остается около 10 километров, до временно под контролем российским войскам территории, до Херсона более 18, а до Мелитополя уже там разные цифры, разные данные преподносят, но мы, конечно же, более точную информацию позже озвучим. И также хочется озвучить ситуацию в Северодонецке, в этом регионе, потому что здесь также ведутся уличные бои. Видим, что сейчас на как раз пересечении Гвардейского проспекта и улицы Заводской ведутся самые ожесточенные бои. И также Бахмутское направление, вооруженные силы Украины на Бахмутском направлении отбили Берестово, населенный пункт, и также здесь продолжаются бои вооруженные силы Украины, частично, но имеют успех. Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим, что вооруженные силы Украины, если ранее наносили контратаки только на Херсонском направлении, то сейчас мы видим, что с каждым днем контратак все больше. Можно ли сейчас в прямом эфире озвучивать дальнейшие действия по контратакам, где они могут начинаться, и где уже вооруженные силы Украины с учетом вооружения, с учетом мощи, силы могут иметь успех, скажите, пожалуйста. Ну, в первую очередь, нужно отметить то, что мы неоднократно обсуждали, что мы переходим уже к тактическим действиям, особенно по контратакам и, возможно, развитию наступательных операций там, где уже есть. Есть концентрация новых, так сказать, сил и средств украинских военнослужащих, это сила специальных операций, это уже резервы, которые подготовлены за несколько месяцев, и, конечно, это вооружение техники, которые поступают от нашего ПК, подчеркиваю, которое мы забываем всегда, ну и, конечно, от наших партнеров, которые сейчас идут секторально, но очень немногопланово, особенно после второй и третьей Гермштадтской встречи, эти графики уже выполняются четко. Это ракетные средства, это, конечно, дальнобойная артиллерия, это бронетанковая техника, САУ, самоходные артиллерийские установки, и это, конечно, уже более так техника прорыва. Это БТРы, это уже танковые подразделения, и даже уже постепенно выходим на системы противовоздушной обороны. То есть мы уже проявляем эффективную готовность, но уже с новейшим видом вооружения техники. Это еще не полный пакет, мы, конечно, об этом говорим, и наше руководство страны неоднократно на всех уровнях поднимает вопрос оперативной поставки, что позволит нам наступать очень эффективно. Но уже, конечно, и ситуация назрела на фронте. Вот я общаюсь со многими коллегами военнослужащими из всех секторов, и восточных, и южных, и даже те, которые охраняют наши кордоны на Беларуси, они говорят, пора, как вот когда-то было в одном из стихотворений, пора переходить к наступательным операциям. Уже сидеть в окопах, это, конечно, важно, защищать его на рубеже, но там, где мы можем, уже сейчас готовы, нужно носить удары. И особенно где? Там, где сейчас противник, конечно, перебрасывает средства на Луганское и Донецкое направления, особенно сейчас задачи, как мы говорим, захватить Севердонецк, соответственно, Бахмут, Лисичанск, Славянск, другие, конечно, регионы. То есть выполнить задачу номер один, а затем перейти на юг. Мы используем эту ситуацию, конечно, носим удары по южным направлениям. Херсонское, Запорожское, Менитополь. Это очень правильное действие. Но я, конечно, считал бы, что в данной ситуации нужно именно консервировать больше сил, чтобы мы не только продвигались, как бы выгрызали или завоевали отдельные территории, а проводили контрудары из тыла, из флангов, для того, чтобы были большие прорывы. Вот, наверное, возле Херсона левый фланг пробили бой. Мы фактически создали условия окружения Херсона и, соответственно, бегства противника. Точно так же по Менитополю, точно так же по группированиям, которые мы сейчас смотрели на карте, которые сейчас уже послаблены. И, конечно, защищаются только при помощи ракетных средств и дальнебольной артиллерии. Противник терпит поражение по уголовному направлению, нужно развивать. Тогда, соответственно, успех будет эффективный, и противник будет покидать и южные регионы, включая Херсон, Херсонскую область, Запорожскую область, конечно, и Николаевские регионы, где они отдельно контролируют ситуацию. Это задача номер один. И вторая составляющая, где мы вот четко отмечали по карте, Северодонецк, Бахмут, эти все направления. Россия сейчас не имеет эффективных позиций, особенно в живой стиле техники, которая бы эффективно атаковала. То есть многие не выполняют, соответственно, эффективные задания подразделения вооруженных сил в Российской Федерации, особенно пехоты. Поэтому новые силы и средства бросают туда. Это, конечно, сотни градов, ураганов, смерчей. Это дальнебольная артиллерия и просто уничтожают и военную инфраструктуру. Ну, там, где наши защищаются, конечно, гражданские, не считаются ни с чем. С одной стороны, стереть стилизацию земли, уничтоживаться живое, а затем уже протестов с сапогом российского солдата по этой территории заявить об освобождении. Так не... Есть небольшие проблемы. Прерывается связь с Николаем Григорьевичем. Сейчас мы с Николаем Григорьевичем продолжим настроем связь, продолжим разговор. Давайте поделимся пока оперативной новостью. Буквально только что появилась информация, что украинские военные отбросили российских военных с первой линии обороны в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Российские военные сейчас укрепляются на второй и третьей линии обороны, но вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, тем временем, три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами россиян. И, к слову говоря, если уже Николай Григорьевич с нами снова на связи. Да, Николай Григорьевич, соответствующий к вам будет следующий вопрос. Смотрите, вот мы видим, что сейчас идет очень активное контрнаступление ВСУ в Херсонской области. И уже даже прогнозируют, что буквально через пару недель, уже в Генштабе прогнозируют, что через пару недель вооруженные силы Украины могут быть в центре Херсона. Мы очень на это надеемся. Но также по информации нашей разведки, украинской разведки, Российская Федерация на временно оккупированных территориях, в том числе Херсонской области, активно выставляет сейчас ПВО, вот все эти С-300, все эти дальнобойные установки. То есть по факту, чтобы сделать невозможным наступление с неба. Скажите, пожалуйста, как здесь реагировать сейчас украинскому Генштабу и украинским вооруженным силам? Ну, в первую очередь нужно, конечно, маневрировать в отношении наших наступательных операций. И тут очень важно, чтобы мы избрали новую тактику. То, что мы говорили, это возможные действия в ночное время. Это действия как бы непосредственно соприкосновения с противником, где противники не могут использовать авиацию, ракетные средства эффективно, потому что будут бить по своих. Это, конечно, десантирование. Это наши специальные войска, которые должны ударить тыл. То есть это быстрое и эффективное действие. Тогда, конечно, противник теряется, не успеет задействовать именно дальнобойную артиллерию, тем более авиацию. И в данный момент уже противник понуждает бежать. И мы, соответственно, должны по ходу, так сказать, его бегство сопровождать их, чтобы именно дальше не было этих ударов. С другой стороны, конечно, сренировать лучшие возможности системы противовозвращенной обороны и ракетной техники, чтобы бить по тем точкам, которые мы имеем, разведданные. Это там, где они подогнали, например, калибри, есть система РСО «Град», например, ураганы. Мы уже знаем их и разведка, соответственно, это все фиксирует. И мы можем при помощи беспилотников, ради разведки, которая сейчас передает даже иностранное нам конкретное размещение средств, наносить конкретные удары. Удары по складам и, конечно, по штабам. То есть это многоплановая, очень эффективная модель действий вооруженных сил Украины в неожиданных ситуациях, в то время, когда они не могут контролировать, например, ночные операции. И, конечно, многоплановые операции, если использование различных сил и средств в разных, так сказать, точках. Ну, конечно, направления остальных ударов должны тут четко выверены, но они должны быть секретны. И не говорить о том даже публично, что вот мы имеем конкретные планы, вот то, что-то сделать, например, на сантере или через две недели. Это должна быть закрытая информация. Мы можем дезориентировать противника, это правильно. А вот именно конкретные операции, когда мы что планируем, тут это должно быть очень четко, скрыто и, соответственно, готовиться к альтернативным действиям. Тогда мы будем иметь и фактор неожиданности, фактор мобилизации всех ресурсов и, самое главное, нейтрализация их сил и средств. А тут уже комплексный подход, который должен решаться. Глубокая разведка, агентурная, техническая, радиотехническая, видеоразведка, соответственно, проникновение в тыл противника, возможно, проведение диверсионных операций и наступательные операции с разных тайских форматов. Тогда это да. Это будет успех эффективный. Николай Григорьевич, уточнение по Херсонской области, по Херсону и по Мелитополю. Запорожская область, объясню для наших зрителей. Напомню, что городской глава Мелитополя Иван Федоров говорил, что на 10 километров продвинулись вооруженные силы Украины и уже прогнозировал скорое освобождение как Мелитополя, так и Херсона. В понимании вооруженных сил Российской Федерации освободить это значит полностью уничтожить. Это мы видели, ну, освободить, конечно же, в кавычках, оккупировать, если говорить понятным языком и нормальным языком, реальным. Это мы видели на примере Мариуполя, город, который сейчас уничтожен фактически. Волноваха, Попасная, Станица Луганская, Счастье, много других городов, которые российские войска освободили, но уничтожили по факту. Как должен быть освобожден Мелитополь и Херсон? Города с плотной застройкой, напоминаю. Так, чтобы города были, ну, возможно, это прозвучит цинично, но минимально разрушены и с минимальными потерями среди мирного населения. Это продолжение нашей концепции, которую мы только что обсуждали. Мы не должны в лобовую штурмовать города. И, тем более, кварталы там, где проживают люди, где возможно массовое разрушение, уничтожать города свои же, которые мы строили, которые сейчас именно будут базой для развития, так сказать, региона. В этой ситуации, как и ранее мы обсуждали, это, соответственно, не прямые штурмовые атаки по Херсону и по Мелитополю. Это, конечно, проведение операций по окружению в приближении Херсона и Мелитополя. Отрезание, так сказать, от основных артерий, например, морских, например, таврии. Это то, что позволяет полностью создать условия окружения и, соответственно, паники. Вот я просто могу четко сказать, вот там, где мы окружаем систему, есть прямые предпосылки, и враг чувствует, он бежит с города. Штурмовать не надо. Это не херсонцы пришли к нам, это пришли завоеватели, которые чувствуют, что им будет смерть или уничтожение в Херсоне при окружении. Соответственно, это большая перспектива их практически освобождения от Херсона. Как они бежали, например, с Киевской области, Черниговской, Сумской. Вот в данной ситуации это более эффективное действие, тем более мы уже готовы к таким операциям. Тогда это правильная тактика. Не штурмуем, а проводим предпосылки к охвату этих городов, соответственно, удару на дальних дистанциях и, соответственно, или уже бегство и уничтожение, или сдача в плен уже окруженных россиян. Это очень серьезный модель, которая сегодня должна быть приоритетной. Но штурмовать любую атаку не идти, потому что, чтобы иметь большие потери, там уже созданы трехкратные системы обороны и минирования. Это, как сегодня мы не говорили, они же минируют все направления, а мы должны, соответственно, альтернативно сработать, где нет этих укреплений. Как когда-то обходили линии, например, там Мажино и другое, даже противник в свое время. Мы должны использовать на своей земле те эффективные средства, которые достигнут именно эффективного поражения противника теми угрозами и теми реальными, так сказать, ударами, которые будут ставить. Их только перед угрозой бежать с городом Гориуполя, например, как мы защищались, поэтому мы защищали свой город. А Мелитополь и Херсон, это, конечно, окружить и поставить противника перед выбором. Или уничтожение, или бегство. Николай Григорьевич, и финальный к вам вопрос на тему как раз тоже карты войны. Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что в акватории Черного и Азовского моря основные усилия корабельной группировки россиян сосредоточены на блокировании гражданского судоходства. И мы видим постоянно, как российские СМИ публикуют видеокадры запуска крылатых ракет типа «Калибр» по Украине в целом. Скажите, пожалуйста, сейчас, ну, понятное дело, что кроме уничтожения, потопления этих кораблей, ну, никто не видит больше никакого смысла, никакая команда там не поможет иная. Может ли Украина сейчас себе позволить уничтожать российские корабли на таком далеком расстоянии? Потому что, если мне не изменяет память, буквально недели две назад как раз все российские корабли Черноморского флота еще дальше установили, отбуксировали, чтобы избежать зоны поражения. Да, мы сейчас имеем эту проблему, но в данной ситуации мы должны использовать токийские и стадийские средства. Во-первых, то, что сейчас мы получаем, кроме Нептуна и других средств, которые могут поражать до 250 километров. Соответственно, флот и как раз подводные лодки двигаются и в таких экваториях, чтобы маневрировать Российской Федерации. Мы должны четко отслеживать, как вот, например, там, в последнее время военные катера, так сказать, грузы, которые перемещаются, возможно, десанты перемещаются. Мы бить их, так сказать, по конкретным темам, где они пытаются провести ту или иную операцию. Как вот буквально сегодня мы, я думаю, будем говорить об острове Змеином, где также и по острову, и, соответственно, по катеру проведен правильный удар. Но, с другой стороны, конечно, тут нужно готовить и более эффективные средства, включая авиацию, и нанести в какой-то момент массированный удар по тем средствам, которые находятся за зову на действия наших противокорабельных средств. На этом же тактика команде, которая должна подготовить такую операцию, которая должна обеспечить безопасность в себе проведении и неожиданность. Тогда мы можем наголо разбить, как вот по удару по крейсеру Москва, а то вот по этой группировке. В данной ситуации готовность должна быть за счет и иностранных, возможно, средств очень эффективных, авиации, вот, ну, соответственно, других средств, возможно, это диверсионных средств наших, так сказать, спецслужб, которые могут проводить эти операции как в море, так и на сушах. — Слышали вас, Николай Григорьевич, говорим огромное спасибо. Напомним, что Николай Маломуш был вместе с нами, обсуждали информацию, анализировали информацию с украинских фронтов. Еще раз напоминаем, говорили вот в том числе о юге Украины. Глава Мелитополя Иван Федоров заявляет о том, что украинские силы продвинулись еще на 10 километров к городу. И в том числе в планах вооруженных сил Украины, а в ближайших планах это освобождение Херсона, главного города Херсонской области, который ныне временно не подконтролен украинским силам. Субтитры создавал DimaTorzok